Всем привет, дорогие друзья! С вами Казида Юрич, ребята, и мы продолжаем с вами шоу эксперименты в GTA 5. Что ж, должен с самого начала сразу поблагодарить вас за вашу активность. Первая серия экспериментов соло вам очень сильно понравилась, поэтому я, ребята, продолжаю для вас снимать эксперименты в GTA 5. В общем-то, это не онлайн, то есть это обычная GTA, которую вы можете также установить себе даже пиратку, и, в общем-то, также устроить себе эксперименты и поиграть. Правда, если умеете строить. Давайте я вам расскажу, в чем сегодня будет заключаться смысл нашего эксперимента. У нас есть вот такая вот подборочка машин, ребята, довольно-таки хороших, агрессивных, которые мы будем сегодня тестировать на максимальный полет. Но полет будет необычный, потому что мы возьмем в руки оружие, ребята, и пробьем по крышке всем машинам. Потом у нас есть небольшой разгон, где мы будем использовать нитро. Качаться он будет вот на этой вот финишной линии. То есть мы ее пересекаем, отпускаем нитро, и всю вот эту дорогу должны проехать на той оставшейся скорости, которая у нас есть. После чего мы, ребята, с вами должны прыгнуть на траплине и улететь как можно дальше. Рекорд, конечно же, поставит те машины, которые улетят дальше всех. И сегодня у нас максимальная отметка всего лишь 95 метров. Поэтому думаю, что как минимум большинство машин должно с этим справиться. Хотя машины обычные, также есть замененочки. Но, ребята, все машины не качанные. Потому что я решил посмотреть именно на сток. Мне кажется, что так будет тоже интересно. Что ж, давайте наберем, не знаю, 7 тысяч лайков. Потому что это довольно-таки оригинальный и эксклюзивный эксперимент, которого я точно еще не видел на просторах GTA 5. Поэтому, если затопите, то будете просто красавцами. Также не забывайте оформлять подписку, потому что многие смотрят, но они этого не делают. А мне будет просто приятно, если на одного, или на двух, или на тысячу человек будет больше, конечно же, на канале. Добьем миллион, будем красавцами. Итак, ребят, в общем-то, давайте пробьем первые колеса для первой тачки. Это стандартная машина GP1 из GTA 5 онлайн. Думаю, что будет тоже довольно-таки интересно посмотреть, что она нам покажет. А в любом случае, пишите в комментариях, пока мы не начали, как вы думаете, какая из этих всех машина улетит как можно дальше. Здесь из самых читерских машин только дракнова, остальные машины обычные. Но, опять-таки, если вы видели предыдущую серию, где я снимал соло, то там были несколько тачек, которые хорошо летали. А здесь, кстати, одной из них нету, поэтому, в случае чего, я ее заспауню в конце. Это будет бонус и будет для вас сюрприз. Я думаю, что машина улетит хорошо. Так, ребята, начинаем. В общем-то, нитро-нитро-нитро-нитро-нитро-нитро. Отпускаю. Ой-ой-ой, сложно-сложно-сложно-сложно-сложно! И прыжок! GP1 полетела, ни одной покрышки не осталось. Ну и, в общем-то, вот таким вот образом она прилетает, ребята. Это примерно где-то 34 метра по нашей шкале. Но, в принципе, я думаю, что это довольно-таки неплохой результат. Могло быть намного все хуже. Но, в целом-то, пойдет. Пишите в комментариях, как вам вот такой прыжок. Если, кстати, будут машины на высоких подвесках какие-нибудь, возможно, что даже без шин они будут скользить и ехать дальше. Поэтому, ребята, не забывайте в комментариях предлагать машины, которые бы вы хотели увидеть. Так, давайте, в общем-то, отправимся на нашу стартовую линию и посмотрим на следующего претендента. Будем мы идти справа налево и, в общем-то, на очереди, ребята, у нас вот такой вот замечательный автомобиль. Это 811, тоже из GTA 5 онлайн. И автомобиль, на самом деле, хороший. Мне очень сильно нравится. Так, очень важно пробить все покрышки. Очень важно. Потому что, в противном случае, возможно, одну сторону, то есть, занесет. И мы просто не удержим машину на дороге. Так, ладно, продолжаем. Нитро у нас есть. Поехали, 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 поехали. А, нифига он едет, кстати. И только в са... Оооо, фиаско! Хо-хо-хо-хо! Трехочковый Франклин улетел метра на два. Что-то пошло не по плану, ребятки. Машина врезалась. Это значит, что мы сейчас ее непосредственно поставим на старт. И попробуем на ней проехать еще разок. Потому что, в общем-то, я думал, что она прыгнет. Итак, ребята, второй шанс для машины. Пробуем. Я ускорение прожимаю. А машина уже неуправляемая. Машина неуправляемая просто. Она просто скользит и не едет. Так, прыгай. Она прыгнула. Ура, ребята. Наконец-то она прыгнула. И, на самом деле, я думал, что это будет показатель куда лучше. Но просто вы посмотрите. Это уровень, ну, где-то 19,5. Ну, 20 с натяжечкой, да. Если вот так смотреть. Вот 20, ну, 19,5. Все-таки это... Ну, не скажу, что прям хорошо. Потому что первая машина улетела намного дальше. Поэтому прям 811 у нас сегодня аутсайдер. Пока что на данный момент. Но, тем не менее, довольно-таки хорошо. Пишите в комментариях, как вам оригинальность данного эксперимента. Я реально еще ни разу не видел ни на русском, ни на английском ютубе. Поэтому, если где-то видели, напишите в комментариях. Мне будет интересно. Я вот что-то сидел, сидел, втыкал. Думал, какой бы дебильный эксперимент для вас снять. И вот такая вот дебильная идея мне пришла в голову. Но мне кажется, что, может быть, она и дебильная, но она, в конце концов, интересная. И заслуживает даже 10 тысяч лайков. Поэтому, ребята, жмите топить и не забывайте подписываться до миллиона. Осталось всего ничего. Так, ладно, поехали. Это замененка на обычную машину. Это Адер. Хороший прыжок. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, хороший прыжок. Идеальный прыжок. Хороший рикошет. И, ребята, обычная стандартная машина долетает где-то до 64-й отметочки. Это очень хорошо. Я такого не ожидал. Вы просто посмотрите, как хорошо-то. Эх, вот это я понимаю. Полетело так полетело. И даже колеса нам не нужны. Ну, слушай, прям золотая копилочка-то у нас пополняется. И если у нас все машины будут лететь так хорошо, то нам придется нашу трассу как минимум расширять. Потому что 95, мне кажется, очень мало. А если машины-то летающие будут, типа Devil Sixteen, а вы подумайте, если вы захотите, я вам для вас его поставлю. А Devil Sixteen у нас даже на сервере, на котором мы снимаем и работаем, летал очень-очень хорошо. Так, продолжаем. Инфернус. Инфернус, Инфернус, Инфернус. Что у тебя с колесами, Инфернус? А, нет, ребята. Покрышки нормальные у него, но что-то у него пошло не по плану. Они не лопаются. Ну, это интересно как минимум. Давайте попробуем лопнуть они... Да, они лопнули, они лопнули, они лопнули, ребята. Я думаю, что такое? Как-то слишком гладко, но Инфернуса реально лопнула покрышкой. Как интересно, что одна и задняя. Но при этом он очень медленно слоупочный. Вы только посмотрите, просто отвратительный результат. Всего лишь пятнашечка, где-то 15,2 целых. Это очень плохо. Пускай машина занимает свою позицию, но, если честно, я думал, что она улетит как можно дальше. Но что-то пошло не по плану, и покрышки у него даже не лопались. Вы сами прекрасно это видели. Ну, странно. Бывает и такое. И, в общем-то, у нас остается из замененных машин вроде как бы еще одна, ребята. Это знаменитая Т-20. Олды поймут, почему знаменитая. На ней я столько скилл-тестов в свое время прошел, что, мама, не горюй. Одна из моих самых любимых машин в GTA 5 онлайн. Попробуем, попробуем, попробуем. Поехали. Т-20 готово. Т-20 готово. И, в общем-то, покрышка пошла первая. Воу, 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 воу. Кульби через крышу. Хороший прыжок, но не топ-1, ребята. Приземляется. Это даже не топ-2, ребята. Всего лишь топ-3. Довольно-таки хорошо машина агрессивно начала, и вот так вот ее просто занесло. Вы просто посмотрите, на что она способна. Так, ладно. Давайте поставим ее вот здесь сверху. Пускай она стоит. Если честно, я думал, что прыжок получится намного лучше. Но что-то пошло не по плану. Итак, ребята, продолжаем. Следующий на очереди Хеллкэт Демон. Это довольно-таки агрессивный маслкар, который открывает у нас сегодня и, получается, машины из замененки. То есть машины из реальной жизни. Ну и, в общем-то, мне кажется, что я его не удержу даже на дороге. Давай, давай, давай. Он едет без покрышек. Ой-ой-ой, в самый конец! Смотрите, просто оторвало. Ни одной шины не осталось, ребята. Под самый конец просто лопнули сразу одновременно все покрышки. Ничего не осталось. И это читерский демон, который не полетел. Уровень, получается, где-то 26, ребята. Плюс-минус вот так вот давайте его поставим. Где-то 26. Я, в общем-то, делал разметку по вот этим кубикам, ребята. То есть один кубик это одно деление. Ну, блин, я не знаю. Я ожидал большего. Пишите в комментариях, как думали вы. Но прям, несмотря на то, что колеса оторвало, полетел он в любом случае очень плохо. И, в общем-то, ребята продолжают нашу эстафету. Феррари 458-я. Довольно-таки хороший агрегат. Так, пробить нужно колеса. Довольно-таки странно. Они пробиваются. Но они пробиваются вроде. Да, я вижу текстурку, которая расплывается, как желе, если вы обращаете внимание на это. Так, все, вроде я, как говорится, лопнул. Где колеса? Где колеса? Э, в смысле? А, что-то такое. Чего? Где колеса? Где колеса? А? Скорость. Ребята, смотрите, какой баг. Скорость минус. Не знаю, там сколько миллионов. Мне кажется, что сейчас будет краш. Поэтому лучше-ка. Лучше-ка, ребята. Мы поскорее ее уберем. И пускай она здесь стоит. Ей очень плохо. Ей очень плохо. Она сломалась. Мы сломали, ребята, с вами GTA 5. Сломали машину. Это уровень 30... Сколько? 38 где-то примерно, да? Золотая середина. Ну, 36, 37, 38, да. Но до топ-1, конечно, машина не долетела. Но это топ-2. Несмотря на то, что она была без колес. Я такого вообще никак не ожидал увидеть. Поэтому мне очень сильно понравилось. Напишите в комментариях, что думаете вы. Так, погнали дальше, ребята. Здесь у нас Lukan Super Sport. Довольно-таки хорошая машина. Да, это вроде она или это Finir? Напишите в комментариях, как вы думаете, Finir или Lukan? Lukan. В принципе, одна и та же машина практически. Но все-таки отличия у них есть. Так, лопается сразу покрышка. Ой-ой-ой, а я забыл. Я забыл, что она не едет на ускоряшке. Ребята, придется, короче, нашему... А, это Finir, ребята. Finir Super Sport. По названию видно. Машина придется ему ехать своим пехом. То есть, никакого нитра. Потому что я забыл, что машина как бы крутит кульбиты. И не забывайте, что в конце вас ждет секретная машина, которая, возможно, перелетит всю трассу. Но это не точно. Так, ну, в общем-то, 160. Прыжок. Отлетел капот. Приземляемся. Машина сразу тормозит. Ну, хотя бы какой-то тормозной путь у нее был. То есть, она немножко уехала дальше, чем, казалось, остановится. Это уровень 21. В общем-то, хороший показатель среди начальных машин. Но, опять-таки, из-за миненок это самый плохой результат, ребята, на сегодня. Идем дальше. Смотрим на другие машины. И прям интрига накаляется. Мне кажется, что те машины, которые остаются впереди, улетят намного. Дальше давайте проверим, так это или нет. У нас здесь новенькая Супра 2020 года. У которой, опять-таки, непонятно, что с колесами. Надеюсь, что они хоть как-то покоцались. Если вы обратили внимание, то только что машина ехала назад. А, да. Колеса покоцались. Я еду, еду, еду. Так, покрышка лопнула еще одна. Не могу удержать машину. Ой-ой-ой. Хорошо полетела, на самом деле. Ой-ой-ой. Приземлилась. И получается прямо на покрышке. Слушай, а неплохо. То есть, если бы была немножко скорость повыше, возможно, это был бы и топ-1. Но сегодня, в общем-то, данная Супра показывает результат 36 метров. Что, в принципе, неплохо. Я реально считаю, что это неплохо. Потому что, как бы, машина без покрышек и не должна ехать. Еще чуть-чуть и забрала бы она топ-2. Что, в принципе, прям очень ряда. И очень близко была к победе. Так, продолжаем, ребята. Вроде как, последняя машина остается на первой линии. И там в конце еще несколько машин, которые, в общем-то, сегодня будут задавать темп. Задавать, мне кажется, вообще шкалу, которую в следующих сериях нам нужно будет побить. Но не думаю, что это у нас получится. Итак, ребята, Porsche 911 Carrera S. Ускоряшка. Немножко прожал. Едет хорошо. Очень тяжело ее держать. О-о-о! Porsche занесло в самый конец. Но довольно-таки неплохой результат, ребята. В самом конце его занесло. 25-й метр. И у него вроде проблемы с движком. Он как-то странно шипит. В общем-то, это чуть-чуть хуже, чем Demon Hawk. Но, тем не менее, почему бы и нет. Почему я Demon Hawk сказал нет? Это Hellcat. Ребята, Hellcat Demon. Слушай, ну, в любом случае, неплохие показатели мы сегодня с вами наблюдаем. И у нас начинается последняя линия финалистов. И открывает ее McLaren P1 GTR. Это довольно-таки жесткий агрегат. Серьезно, очень хороший автомобиль. Который даже без нитров, в принципе, должен держать хорошую максимальную скорость. Но посмотрим, что он будет делать без колес. Который сразу у нас, ребята, отлетает. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Анреал. Просто Анреал. Я даю ему еще одну возможность, потому что я не удержал машину. Это реально очень сложно. Если вы хоть раз играли в GTA 5 и катались без покрышек, то вы понимаете, что происходит. Но это нереально. Это нереально просто удержать. Просто нереально удержать. Я стараюсь изо всех сил, чтобы ее не выбросило. 210 километров в час, прыжок, так, 20 метров и отвратительный результат. Машина довольно-таки низкая, поэтому очень далеко она не улетела. Это примерно 23 метра. Ну что ж, бывают и такие показатели, но, тем не менее, я ожидал большего. Как показала практика, машина не полетела. Окей, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Машины есть, есть на что посмотреть, и интрига сохраняется наша, потому что в конце находится непосредственно драгстер, который всем надерет задницу, я думаю, но это тоже не точно. Ну и плюс, а секретная машина, которая должна летать. Так, корвет. Корвет, очень хороший корвет. Я не помню, как он, правильно, Z6 вроде, что-то типа того. Либо Z1 корвет, но он в любом случае неплох. Так, 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 ускоряшка. Красивый занос, ребята, красивый прыжок и довольно-таки неплохой результат. Я не знаю, может быть, он, кстати, улетел бы и дальше, но, тем не менее, сегодня это чуть-чуть дальше, чем P1 GTR. Машину очень хорошо занесло, я не вижу смысла перепрыгивать, потому что, в принципе, от трамплина она полетела очень хорошо. Скорость она потеряла, но она была Все это время в движении, то есть ее просто Очень хорошо скосило Так, продолжаем, и здесь Ребята, у нас Bugatti Bugatti Super Sport Без покрышек тоже, не знаю, поедет, не поедет Но, тем не менее, посмотреть будет интересно Так, раз, два, три, четыре, пять Шесть или семь машин еще остается впереди Поэтому Давайте сделаем Офигеть Я кое-как ее удержал, чтобы вы понимали Просто Кое-как удержал Это было максимально сложно Но за такие выкрутасы можно ставить лайк Ребята Так, очень плохо прыгнула машина Скорость была, в принципе, 160 км в час Я считаю, что это хороший показатель Ну и непосредственно машина могла улететь дальше Но что-то пошло не по плану Так, ладно, вылазим, Франклин И давайте, в общем-то, продолжим со следующей тачкой Итак, друзья, следующая машина Это Lamborghini Sian Довольно-таки хороший агрегат Попробуем, посмотрим, что он вам сегодня покажет Правда, без покрышек, скорее всего, не поедет Но, тем не менее, на краш-тесте Вроде как она себя показала хорошо Так, держу машину, держу машину Хороший Ёшкин кот Офигеть Друзья, это абсолютно рекорд И прям даже сверху я поскользил Так Примерно-примерно-примерно Стоп Примерно вот здесь где-то я ее поймал 85 метров, ребята Абсолютно рекорд на сегодня Очень хорошо Sian летает, ребята Вы только посмотрите, что он сделал Еще чуть-чуть И реально пришлось бы На следующую серию уже удлинять данную трассу Но, в любом случае, мне кажется, ее придется удлинять Дальше интереснее, ребята Читерская акула Правда, она, к сожалению, не читерская Потому что я где-то потерял Хенлик на нее Если найду, то поставлю потом Тем не менее, акулка должна побить Результат сиана И у нее есть все шансы Как она Как? Что они делают, ребята? Я перелетаю сиан Я перелетаю сиан И все Вот примерно Вот он уровень трассы Хватаю машину Хорошо, что в одиночке это так работает В общем-то, где-то вот здесь Это метров на скидочку Где-то, ребята Ну, не знаю 120 Я плюс-минус постараюсь Ее сейчас здесь зафризить Вот таким вот образом Ну, это очень сильно Вы только посмотрите Что делают чьи тачки Они еще и летают Ну, я не знаю, ребята Будет ли хоть одна машина Из тех, что осталось Которая перелетит Наш рекорд Мне кажется, что нет Потому что акулка Просто разорвала всех Конечно, у нас впереди еще остается Дракнова Так, с синдром гелика У Люми Ой-ой-ой Как она хорошо бочком идет Но она очень тяжелая И теряет скорость, ребята Она очень тяжелая Смотрите, одно колесо Такое осталось И все Кубарем полетело Дверь потеряла Вся развалилась Вот это построили машину Хорошо В скобках нет Просто развалилась, ребята На все части Так, ставим ее здесь Это дальше, чем финир Но плохо Все равно плохо Продолжаем, ребята Еще один Мерседес Это G63 Не знаю, на самом деле Насколько хорошо полетит он Но вроде как он должен летать Потому что Насколько я помню Хорошая машина была Даже в стандартном хендлинге Которые есть в модах Поэтому Просто попробуем Хорошая скорость Хорошо едет Офигенский прыжок И, в общем-то Заявочки, к сожалению На топ-1 не будет Но неплохой показатель, ребята 45 метров Бачком Доезжает Гелендосик А G63 Даже 45 с копеечками Хороший показатель Я считаю, что Заслуженно Получает свое место Итак, ребята Две тачки Которые остаются в конце Доджерам Которому без каких-либо проблем Можно прострелить колеса Ну и, конечно же Отправиться на нем в полет Я не знаю Долетит он или нет Но он имеет довольно-таки Длинную базу Так, ускоряшка Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Как сложно 260 Хорошая скорость Довольно-таки Длинная база На крышу Кубарь 42 43 45 45 метров Заваливается Непосредственно Доджик Рам Слушай, на самом деле Это неплохой показатель Прям золотая середина Но это чуть хуже Чем Гелик Вот чуть-чуть Буквально хуже Чем Гелик Но тем не менее Тоже достойно Прям я бы сказал Пишите в комментариях Как вам полет Доджика Рам Итак, ребята Последняя машина Из сегодняшней подборки Это Дракнова Еще плюс есть Секретно машину Которую я вам предлагал А непосредственно Это будет Давайте Проспойлерю Джеско Машина Кёнигсик 2020 года И она на самом деле Летала очень хорошо Так, разгоняю скорость У Дракновы Хорошая бешеная скорость Хороший полет Перелетает На самом деле Это она не так уж и хорошо Тормозим Ловим машину Хорошо, что точка Остается здесь И на самом деле Это всего лишь 69 Я, если честно Думал, что Дракнова Улетит как можно дальше Но что-то пошло Не по плану Хотя скорость была Довольно-таки мощная Итак, ребята Давайте теперь Отправимся за секретной машиной Итак, ребята Вот она Джеско Та самая машина Которая должна По идее Хорошо летать Но если честно После тех рекордов Которые поставили у нас Сиан И непосредственно Акула То есть Мерседес АМГ ЖТ-63С Я не знаю Сегодня у нас Акулка Ребята Второе место Занимает Секретная машина Джеско Если честно Если бы была Платформа дальше Думаю, что уехала бы дальше Поэтому в следующей серии Будем расширяться Потом идет Сианчик, ребята Дракнова И Бугатти Да То есть даже не Бугатти А это Адр Стандартная Замененная машина Что ж, друзья Пишите в комментариях Какая вам подборка Какую машину Вы хотели бы увидеть В следующей серии Обязательно Ставьте лайк Наберем 10 тысяч Будете красавцы Ну и в общем-то Всем большое спасибо Что смотрели И поддерживаете меня Давайте наберем миллион Топите Я буду вам признателен Всем спасибо И всем пока